Привет, друзья! Это English Show, и с вами Макс. Сегодня мы с вами, так скажем, у нас вторая часть видео по популярным ошибкам. И здесь собраны не вторые по частости и важности популярные ошибки, они такие же популярные, как и были в первом видео. Поэтому досмотрите это видео до конца, если вы не хотите допускать этих важных грамматических ошибок. Также не забудьте о том, что у нас есть школа английского языка, English Show School. Наши учителя помогут вам не допускать популярных ошибок и говорить fluently, бегу. Первый бесплатный урок по ссылке под этим видео, а мы начинаем. Итак, я читаю вам предложение, а вы попробуйте услышать, что в нем не так. The woman which works here is from Japan. The woman which works here is from Japan. Итак, здесь слово which, и оно нам здесь не нужно. Вообще, слово who, which, that, where в английском языке соединяют мысли. Ну, давайте продемонстрируем это на примере русского предложения. Это человек. Точка. Он мне помог. Точка. Соединим эти мысли в одно предложение. Это человек, который мне помог. Итак, слово который, вот это и есть, which, или that, или who, или where. Но в английском языке нам нужно учитывать, о чем мы говорим. Если мы говорим о вещи, о чем-то неодушевленном, тогда мы используем that или which. Но, если мы говорим о людях, то вот этим соединительным словом который должно быть не which, а who. This woman who works here is from Japan. The woman who works here, а не which. Who works here. Не обезличивайте людей. Если речь идет о живом человеке, соединитель будет who. Несколько примеров. That girl who is carrying the red handbag is new at school. Это девочка, которая несет красную сумочку. Она новая в школе. This girl who is carrying. Окей? Которая несет. Who is carrying. The boy who won the prize was very happy about it. Мальчик, который выиграл приз, он очень был счастлив на эту тему. The boy who won the prize. The man who changed the world. Человек, который изменил мир. Итак, соединитель который, которым мы соединяем разные мысли в предложении, для людей who, для вещей, предметов which или that, для мест where. Например, это место, в котором я родился. Следующее предложение. Я говорю, а вы попробуйте унюхать, что не так с этим предложением. She was boring in the class. She was boring in the class. It's not correct. She was bored in the class. She was bored, bored, bored. Почему? Когда мы используем ing, окончание с прилагателями, amazing, boring, interesting, тогда мы говорим причину чувства. Мы хотим сказать причину, почему что-то делает кого-то каким-то. А вот для того, чтобы выразить человеческое чувство, мне скучно, мне скучно, я удивлен, мне интересно, я интересуюсь чем-то, я поражен. Тогда окончание ED. Правильный вариант. She was bored in the class. Несколько предложений, которые лучше помогут вам понять эту мысль. I was interested. Это мое чувство. It's my feeling. Из-за того, что фильм был интересный, мне было интересно. The movie is interesting, but I am interested. I was amazed, because the view was amazing. I was amazed, это мое чувство. Я себя так чувствовал. Почему? Потому что вид был просто потрясающий. The view was amazing, but I was amazed. I was frightened, because the spider was frightening. Я был жутко испуган. Это мое чувство. Почему? Потому что паук был очень пугающий. Spider was frightening, but I was frightened. Следующее предложение. You speak English very good. You speak English very good. Это очень популярное предложение, которое я слышу очень часто, если честно. You speak English very good. What's wrong? You speak English very well. Вот правильный вариант. You speak English very well. Почему? Друзья, мы используем прилагательные, как в русском, так и в английском, чтобы описать существительное. Машина, существительное, красивая. Вот это и есть слово good или beautiful. Но для того, чтобы описать действие, как что-то делается, нам нужны не прилагательные, а наречия. Slowly, beautifully, greatly. Так вот, у слова good наречия well. Слово goodly в английском языке не существует. Well, you speak very well. Мы описываем действие, а не человека. Мы можем сказать, your English is good. Твой английский хорош. Здесь все верно, потому что мы описываем английский. But you speak very well. Ты хорошо говоришь. Мы описываем действие, поэтому нам нужен не good, а well. Несколько примеров. You drive very well. Ты хорошо водишь машину. My wife cooks very well. Моя жена очень хорошо готовит. Я описываю действие, как она готовит. You look very well. Ты отлично выглядишь. Я описываю действие. How you look. Итак, описывая действие, используйте не good, а well. Используйте не прилагательные, а наречия. Следующая ошибка тоже касается прилагательных и наречий. Когда употреблять слово hard, а когда употреблять слово hardly. Вы хорошо знаете, что чтобы сделать из прилагательного наречия, чаще всего нужно просто добавить ly. Slow, медленный. Slowly, медлено. Но это не про глагол, не про прилагательные hard. Итак, hard, сложный, тяжелый. Hardly, это не сложно или тяжело. Это означает, что что-то происходит очень редко. Итак, стоит сказать, что слово hard может быть и прилагательным, и наречием. Вот, послушайте. My life is very hard. Моя жизнь очень тяжелая. Я описываю существительную жизнь. My life is hard. He is working very hard. Он очень тяжело работает. Я уже описываю действие, все равно использую hard. Но вот если к этому слову прибавить ly, то поменяется смысл. Если добавить ly card, это будет означать almost, not, almost, no, almost, none. Перевод почти не. Almost, no, almost, not. Парочку примеров. There is hardly any tea left. То есть почти не осталось чая. It's almost, there is almost no tea, hardly any left. Еще один example. We hardly know each other. Мы практически друг друга не знаем. Honestly, we hardly know each other. We almost don't know. We almost don't know. I hardly see my parents. Я практически не вижу своих родителей. То есть I almost don't see them. I almost never see them. I hardly see them. Итак, hard может быть и прилагательным, и наречием. Слово hardly, это тоже наречие. Но его смысл almost, not, почти нет. Что-то почти никогда не происходит. Или чего-то почти что нет. Еще один пример. Hardly a day goes by without my thinking of her. Не проходит и дня, чтобы я о ней не думал. Hardly a day goes by. То есть почти ни одного дня не проходит. Или вообще не проходит ни одного. Я каждый день о ней не думаю. Hardly a day goes by. Следующее. It's more hot now. It's more hot now. Все в порядке? Нет. Я бы даже сказал, что здесь целых, как бы, вроде бы одна, но даже две ошибки. Когда мы сравниваем прилагательные, это правда. Это понятно, что их легче всего сравнить с помощью слова more. It's more hot. Более жарко. It's more slow. Это более медленно. Но есть еще одна ошибка. Некоторые студенты сравнивают и говорят hotter or slower и все равно добавляют more. It's more hotter, more slower. Оба варианта неверные. Во-первых, когда прилагательное короткое и в нем один или два слога, например, как слово hot, slow, fast, small, С такими прилагательными мы просто добавляем er в конце и не добавляем слово more. Итак, если прилагательное короткое, мы добавляем er и не добавляем more. It's hotter, it's slower, it's faster, it's bigger. Никакого more здесь не нужно. Поэтому... Слово more нам нужно только, когда прилагательное состоит из больше, чем двух слогов. Например, Эта машина более дорогая. Три слога. Итак, не используйте more с прилагателями, в которых всего лишь один или два слога. Конечно, в английском языке всегда есть исключения какие-то, поэтому есть пара-тройка исключений. Но basic principle, основной принцип. Don't do that. Don't say more, если в прилагательном один или два слога. Используйте more, когда оно длинное. Следующее. I should help you yesterday. I should help you yesterday. Я тебе должен был вчера помочь. I should help you yesterday. Okay, it's not correct. Правильный способ сказать I should have helped you yesterday. I should have helped you. Третья форма. Yesterday. I should have helped you. Когда мы говорим, дорогие друзья, что что-то следовало сделать в прошлом, а в нашем примере это как раз так. Так, вчера мне нужно было это сделать. Тогда мы используем не просто should. Здесь недостаточно просто поставить yesterday, и тогда все будет прекрасно. Нам нужно использовать конструкцию should, have и третья форма. Это называется perfect modal. Перфектная модальность. I should have helped you. Мне следовало тебе помочь. Мне надо было это сделать, но я этого не сделал. I should have helped you. Несколько примеров. You should have called me yesterday. I was worried. Тебе следовало мне позвонить вчера? Я так волновалась. You should have called me. You should have called me. Не просто you should... You should call me yesterday. It's not okay. You should have called me. We should have stayed in another hotel. Надо было нам все-таки остановиться в другом отеле. Но поезд уже ушел. Не остановились. We should have stayed. You should have been there. Yeah, I should have. Тебе надо было там быть. Тебе следовало туда пойти? Да, мне следовало. Надо было это сделать. You should have been there. Yes, I should have. Итак, когда говорите что-то надо было и следовало сделать в прошлом, не просто should. Should have и третья форма глагола. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте подписаться на наш канал и кликнуть на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Это был Макс и English Show. See you soon. Bye.